Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на канале, посвященном виноградарству и виноделию. Зовут меня Светлана, я биолог по образованию, виноградарь по призванию. Вместе с мужем мы выращиваем виноград более 10 лет и нам есть чем с вами поделиться. Сегодня разговариваем о саженцах, поговорим, скажем так, об их классификации и расскажем, какие саженцы предлагаем мы. Последний, наверное, год-полтора очень много появляется таких, я бы сказала, странных вопросов. Наверное, где-то идет какая-то не совсем достоверная информация. И для тех людей, которые только приходят, виноградарства только начинают, возникает очень большая путаница. Именно поэтому сегодня я вам расскажу классификацию саженца и что мы предлагаем. Первое, саженцы бывают вегетирующие, то есть с зелеными листочками. И спящие. Вот такие. У них вызревшая лоза и почки спят. Вот в прошлом сезоне одна дама, увидев такой саженец, говорит, так это он у вас сухой. Ну, человек, к сожалению, не имеет понятия, что саженцы могут быть вот такие. Деревья мы покупаем, саженцы по весне, да? Они тоже такие. Они не с почками, а спящие. Дальше. Саженцы бывают разные по возрасту. Значит, смотрите, по весне вот такой вот саженец молоденький, он пророщен в этом сезоне из черенка. Многие называют такие саженцы пророщенные черенки. Я считаю, что это не совсем правильно, а точнее неправильно вообще. Пророщенные черенки, вот, они в баночке. У них там корешки появились, вот это пророщенные черенки. Как только это уже попадает в земельку, это уже саженец. Мы же не называем рассаду, например, перцев или помидоров пророщенные семена, правильно? И вот как-то осенью тоже кто-то, наслушавшись вот этой терминологии, мне задают вопрос, а у вас какие саженцы? Это пророщенные черенки? Ну, в теории, да, оно все из черенков выросло. Любой наш виноградно-куст на участке, и у вас тоже, да, в теории пророщенный черенок. Поэтому вот мне эта терминология не нравится. Вот, саженец выращенный из черенка, это весной, молодой. Дальше, есть саженец годовалый. Вот они, они прошлое лето все росли, то есть весной мы в школку посадили, все лето они росли, а осенью мы их выкопали. Это саженцы годовалые. Многие спрашивают двухлетки. Вот, когда задают такой вопрос, мне все время хочется задать вопрос ответный. Понимаете ли вы, что вообще такое двухлетки? Смотрите, вот саженцы в школке, да, в грядке, грубо говоря. Вот они растут весь сезон, они развивают мощную корню. Вот, смотрите, вот это то, что мы выкапываем осенью. Вот такие мощные саженцы, годовалые. А теперь представьте, сколько труда надо, чтобы их вырастить, ну, растить еще сезон. Допустим, да, мы не будем их выкапывать, мы их оставим в земле. Во-первых, нам надо их укрыть на зиму, эта работа. Во-вторых, вы представляете, что такое вот на свободе за год он развивает такую корневую. А что он развивает за два года? Повторюсь, на свободе. Это будет мощнейшая корневая, которую, ну, даже подрезая, будет очень проблемно выкопать. То есть, если вы хотите вот такую мощную двухлетку, да, то подумайте, что вообще-то это труд, который стоит, да. И, ну, выращивать такие двухлетки нет никакого смысла, потому что при пересадке, да, все равно часть корневой системы мы убираем, верхнюю часть в некоторой степени мы тоже убираем. Поэтому, ну, вот, за год вырастают прекрасные саженцы, которые даже в этом сезоне, вот если сейчас их посадить, вполне уже могут показать урожай. На следующий точно, ну, если вы только там сами чего-то не напортачите. Часто двухлетки предлагают, вот мы переходим к следующей теме, открытая и закрытая корневая система. Все, что в любых контейнерах, емкостях, это закрытая корневая. Так вот, часто двухлетки бывают в закрытой корневой, ну, там не продались, да, или были очень слабенькие, их оставили на второй год. Опять же, внимание, вопрос, где саженец будет себя чувствовать лучше, где он лучше будет развиваться. В маленьком контейнере на пол-литра, да, даже пусть это будет 5 литров, или на свободе. Никогда, ни в одной закрытой системе невозможно создать условия, аналогичные системе открытой. И как бы мы ни старались, саженец с закрытой корневой будет всегда уступать, пусть он даже там многолетний будет. Все равно он будет уступать саженцу, который рос на свободе. Поэтому гнаться за двухлетками не имеет никакого смысла. Оставлю вам еще ссылку на ролик, который я снимала осенью. Я показывала на нашем участке примеры. Попались нам двухлетки, пару саженцев. Мы их посадили на нашем участке. Вот разница между ими годовалыми. Разницы нет никакой. Итак, закрытая корневая, да. Любой контейнер. И открытая корневая. Часто осенью, когда люди слышат, что саженец с открытой корневой, почему-то их это пугает. Не знаю почему. Опять же, привожу пример. В маленькой емкости, грубо говоря, в тюрьме, саженец не может так хорошо развиваться, как на свободе. Тем более, что с голыми корнями вам никто ничего отдавать не будет. Вот, все упаковывается во влажные опилки. В таком состоянии они могут ехать по почте, да. В таком состоянии они могут храниться. То есть, корневая полностью защищена от подсыхания. Поэтому бояться открытой корневой не стоит. И вообще, я сама предпочитаю. Многие растения, вот буквально вчера, получили розы. Это были розы точно так же, вот в такой же открытой корневой, ровненько в таких же упаковках. Понятно, что вот такой молодой саженец, у которого нежные тонкие корешки, но никто его с открытой корневой отдавать не будет, потому что там корешки слишком нежные и тонкие. Здесь корни уже нормально сформировавшиеся, поэтому они ничего не боятся. Ну, почти ничего, да. Привет. Они прекрасно упакованы. Еще есть саженцы привитые. Ну, про них мы поговорим буквально через несколько минут. Значит, смотрите, вот такие вот молодые саженцы. Несмотря на то, что я вам их сейчас показываю, ну, это, скажем так, мои небольшие эксперименты для видео. В проращивании черенков. Значит, в этом сезоне вот такие саженцы мы продавать не будем. И выращивать их не будем. Почему? Потому что это достаточно трудоемко. Это занимает много времени. А времени этого у нас нету. У нас маленький ребенок. И лучше мы посвятим это время ему, чем выращиванию вот таких саженцев. Черенки мы в мае высадим в школку. И осенью будут вот такие крепкие, полноценные саженцы. Разница по времени, что вы сейчас весной посадите вот такой саженец, да, и будете думать к осени, как сделать так, чтобы у него вызрела лоза. Либо вы осенью возьмете вот такой саженец, уже хорошо развитый корней, и с уже вызревшей лозой. То есть вопросов вызревания лозы, да, это, грубо говоря, наша головная боль, а не ваша. Мы вам отдаем хорошие, крепкие, полноценные саженцы. Повторю, что, в принципе, даже в этом сезоне, вот если эти посадить, то вполне могут показать какой-то урожай. Ну, либо на следующий год, если только не случится каких-то глобальных катаклизмов. Сейчас, этой весной, еще некоторое количество вот таких саженцев осталось с прошлого сезона, но их уже совсем немножечко. Грубо говоря, сезон подходит к концу. Следующий – это осень. Вот такие у нас прививки. Почему делаем прививки? Из-за недостатка посадочного материала. Это все новинки. Они у нас вегетирующие, то есть по таким саженцам только самовывоз. Идут с закрытой корневой. Ну, вот несколько будет в 5-литровых емкостях, и часть будет в 2-литровых. Скажем так, это вот первая партия прививок. Вторая партия появится примерно в середине, может быть, в 20-х числах апреля. Прививаем мы на годовалые саженцы. Опять же, для чего? Для того, чтобы растение было крепким. Вон, рядышком вот эти вот малыши, да, которые только сейчас проросли из черенков. Напомню, у них очень нежные корешки. Здесь уже корневая система хорошо сформировалась. Есть достаточный запас питательных веществ. И такие саженцы уже, как бы, и перелить сложно. Они не так боятся перелива. И развиваются гораздо лучше. То есть, фактически, это уже тоже получаются годовалые саженцы, но вегетирующие. Повторюсь еще раз. Это новинки. Вот это у нас Алиса в стране чудес. Это у нас Ария. И будет еще пополнение ассортимента. Обновим примерно к 20 числам апреля. Поэтому, кому интересно, следите за каталогом. Как только мы будем понимать, что прививки хорошо прижились, хорошо пошли в рост, мы сразу же каталог обновим по срокам примерно на 20 числа апреля. По тому, какие прививки есть сейчас, я думаю, что в ближайшие дни также мы это все отразим в каталоге. Напомню, что саженцы вегетирующие, то есть с зеленой массой, это только самовылос. Саженцы в спящем состоянии прекрасно переносят почтовую отправку. Вот это еще один вид саженцев. Это саженцы годовалы, но по какой-то причине они не поступили в продажу. Смотрите, вот, например, он небольшой, небольшой прирост, довольно тоненький. Вот рядом такой же саженец, где-то у кого-то, может быть, не совсем была вызревшая лоза, либо кто-то обломался при выкопке, ну, либо вот, как здесь, тоненький прирост, поэтому такой не отдавали. Сейчас мы вот их высадили в грунт. Если они пойдут нормально в рост, почек запас у них хороший. Даже вот у таких маленьких наш опыт, наша практика говорит о том, что часто вот такие маленькие, они потом прекрасно начинают расти. Вот мы посмотрим, то есть если они пойдут хорошо в рост, тогда они поступят в продажу. В каталог, ну, примерно, я думаю, что тоже в 20-х числах апреля мы уже их выставим. Возможно, чуть раньше будем видеть по состоянию. Школку на этот сезон мы планируем закладывать большую, и заказы на саженцы начнем принимать примерно с середины июля. По прививкам в ближайшие дни обновим частично, и дальше будет обновление примерно в 20-х числах апреля. Так что следите, если что-то заинтересует, заказывайте. И еще просьба. У меня маленький ребенок, и я не всегда могу ответить на ваш звонок, поэтому используйте мессенджеры, пишите, так мне будет гораздо проще поддерживать с вами связь. На этом я с вами прощаюсь. Большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Под роликом, нажав кнопку еще, ссылка на каталог наших сортов винограда. Напомню, он еще будет обновляться. Наши контакты. И до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok